доброго времени суток ребятушки продолжаем проходить ведьмака ну и на чем мы там остановились остановились мы на том что нам следует бежать и поговорить с харэ нам дать ему квест да потом мы наверное пойдем в склеп то что это все равно по дороге тем более как вы помните мы прошли выпуске сделали себе зелье кошки теперь наконец-то мы сможем все там детально обследовать в этом самом склепе а возможно найти там босса гуля котором нам говорил главный ловчий ну и в общем постараться вот поздавать парочку таких квестиков скажем так вот такие вот у нас и к сучи планы как она там уже будет конечно это большой большой вопрос так ну вот мы его харэ на видимо браток я убил утопцев а еще я встретил эльфов эльфов не знаю никаких эльфов они ждали тебя кто они ской от аэли или по нашему белки юные борцы за свободы нелюдей за содействие им тут же отправляют на виселицу сдашь меня будешь болтаться со мной рядом я буду хранить молчание но если это так опасно почему ты с ними связался надо же как то зарабатывать на хлеб как бы то ни было свою работу я сделал значит мой товар в безопасности я недооценил тебя ведьмак кстати а что стало с теми эльфами мы повздорили они мертвы ты убил их их друзья скорее всего вернуться за товаром скажем им что во всем виноваты утопцы меня это не касается мне нужны мои деньги и расскажи мне о саламандрах держи золото саламандры они собирают дань жителей деревни посмеешь ослушаться перережут глотку или подожгут дом где мне их найти спроси у преподобного он сам решит что тебе стоит знать лично я бы не возражал если бы ты с ними разобрался о море кстер спросить по поводу того краснолюда которого ищет наш приятель золотом мой друг ищет одного краснолюда его зовут гог он искал это или я поспрашиваю может что-то и узнаю о отлично ребятушки новый уровень еще 200 золотых заработали ничего узнали немножко про этого бога да вот видите я завоевал доверие харрена вам то есть мы уже завоевали доверие харрена мику и нам осталось завоевать доверие пьяницы от да как бы вот только не прят почему мне не пишется по поводу того что я узнал еще и насчет кореша золота на новом давайте может быть с ним еще можно поговорить у него смотрите у него еще есть вполне возможно этот сверток нужно доставить в зиму в таверну под кудлатом мишкой человеку по имени кирпич и никаких вопросов но это конечно не ведьмацкий квест не ведьмачий квест прям скажем потому что это больше такой курьерский квест ну честно когда прошел сиком проходил ведьмака я помню с ни разу не брал поэтому думаю сейчас его взять просто посмотреть что она будет кирпича я помню кирпича я в игре встречал прошлый раз когда проходил про не помню там по поводу чего его встречал но кое-что вот этот не право давайте возьмем суток и не сверток я доставлю его кимал чтобы расплатиться мало ли что вдруг будет еще какой-нибудь довольно таки интересный так все выходим да не перестаю миловаться доскаке все красиво сделано было красивый игровой мир ведьмаке даже в первом не говоря уже отметьте давайте курицу погоняем о куку 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 давай 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 так же тебя что еще круто ведьмаке то что можно загонять такую живность до курица сейчас гусей погоняем гуси гуси ха ха га да очень четко это все сделано как бы все это живность ощущение живого мира на очень много разных животных и ход мелких гусей куриц мышей и как бы все ну на всех них можно как-то делать какой-то воздействий Прогонять, пугать, убивать Очень круто это все сделано Действительно Чего говорить, даже первый ведьмак Это несомненно уровень Тут даже нечего обсуждать На самом деле Сейчас мы уже идем по дороге к склепу Я предлагаю тогда сейчас Добежать до костра Добежать до костра Изучить новые таланты Возможно приготовить зелье Если мы конечно сможем Если у нас будут ингредиенты И пойти в склеп, там всех оторвать Потом возможно сходить к ведьме К Абигайлу, это как раз будет по дороге Оберберг Эфир и Альбедо Да, потом наверное сходим к ведьме Все равно это будет по дороге И потом сходим в деревню Ну а там уже будем смотреть Еще Оберберг В деревню сходим Там по идее должен появиться Левуард В таверне, если я все правильно помню Поговорим с Золтаном По поводу игральных костей В общем дел у нас еще ребята дофигищи Как я думаю вы уже и сами поняли Постараемся Как можно больше успеть сделать В этом выпуске Так вот мы уже почти и у склепа Я просто как и говорю Я просто хочу попытаться Выполнить реально все квесты Что здесь есть в ведьмаке То есть все такие мелочи Поэтому буду наверное брать все Чтобы вам по максимуму Все попытаться показать Ну конечно совсем уж все Наверное не получится показать Потому что Некоторые квесты допустим При некоторых решениях пропадают Или наоборот появляются То есть Из-за этого в принципе и ценится В мире ведьмака Да но По возможности покажу все Что смогу Давайте еще соберем травки Прям какой-то не ведьмак А ботаник Да Бегаем собираем травки Ну Куда ж денешься О баллиса Опять таки Какое-то новое растение Травка в ведьмаке Конечно очень нужна Потому что без аухимии В ведьмаке на сложном уровне сложности Просто нереально Извиняюсь за тавтологию Да Сложный уровень сложности Прям такое масло масляное Я вообще не совсем понимаю людей Которые играют Как бы ведьмакат На легком уровне сложности Или даже в принципе На том же среднем Потому что Ну реально Можно полностью оценить Эту игру Только когда ты будешь играть Реально на сложном уровне Потому что тогда ты реально Там думаешь Да Вот как бы тебе сделать то Как бы тебе сделать все То есть ты реально Готовишься к бою Готовишь разные зелья Разные масла И это несомненно Очень круто Так мы проверили Ритуал силы Мощность знаков у нас повышена Алхимия Нет к сожалению Мы ничего сделать не можем Так ну давайте Знаете что Давайте Силовой сталь прокачаем Повреждения плюс 20 Повреждения плюс 40 Ух ты И когда у нас здоровье Меньше 15% То повреждения Повышается на 40% Где такие берсеркер Силой прием Уровень 2 Да И вот кстати Сейчас мы это все изучим Да Вот все эти приемчики И уже как бы Следующие сражения У нас будет проходить С другой анимацией То есть Какие много вообще анимаций В этой игре Это просто капец То есть Три стиля боя Да Под каждую Своя анимация И просто Ты когда будешь прокачивать Эти анимации Будут и дальше прокачиваться И по другому Уже выглядит Реально очень-очень круто Ничего не скажешь Ну ладно Давайте будем заходить Но перед тем Как зайти Единственное Что давайте Выпьем естественно Кошку Чтобы видеть Хорошо в темноте Давайте Выпьем ласточку Потому что без этих Двух зелий Нам там делать Реально будет нечего И давайте Наверное Используем Наше масло От падричков В принципе Зачем мы его делали Если не будем им пользоваться Теперь он выглядит Как джедайский Да кстати Что еще очень круто Что ты Можешь там Делать то Все Да Улучшать по разному Мечи И Из этого Вот видите Допустим у меня теперь Меч светится Выглядит очень круто Не сомнений Ну вот благодаря кошке Теперь у нас Все нормально освещено И это хорошо Прямо скажем О тут опять таки Место силы Ну ладно Фиг с ним Чего я его не вижу Терят два двух Стражника По-моему Когда мы в прошлый раз Сюда приходили Этих трупов не было Помните Когда мы говорили С Мику И он нам сказал То что Раз ты зачистил склеп То я наверное Скажу парням То что теперь Можно туда сходить А вот место силы Можно туда сходить И типа там Сокровища поискать Тут походу Чуваки Поискали сокровища Да Но к сожалению У них поиски Не уменьшались Успехом Опять таки Жизнь в игре То как все В игре продумано Да То есть Микола говорил Что стражники Сюда придут И ты реально приходишь И видишь Здесь трупы стражников Мелочь Но мелочь Которая очень многое решает А вот уже И первая Полу разрушенная стена Между прочим Отличненько А вот да Есть сундучок Отлично О Гусиный жир Ребят Ой-ой-ой-ой Братиш какой-то Идет Блин А у меня же Закончилась Энергия Я его думал О Видите Новая анимация Видите Я уже в прыжке Его бил У меня же Закончился Короче Арт Вернее Выносливость Из-за этого Я короче Не могу его Бомбануть Артам Но мы и так Справились Отлично Также Видите Благодаря тому Что я использовал Масло Отпадочков Я убил этого Гуля Быстрее Если бы Конечно Без масла Я бы его Намного Дольше Калбасил О Еще Братишки Так А второго Пройдется Уже В рукопашку Без аарда Но вообще Я живу Тут самый Крутой Знак Это Именно И Аарда Потому Что Заглушил И Вот Тупо Добил Не Паришься В первой части Ведьмака Это Реально Мой Самый Любимый Знак Просто То Он Доступен Уже В самом Начале И Это Старки Реально Мощь Так Труп Объеденный 8 Золотых Короче Труп Какого-то Нищеброда Или Бомжа Как можно Жить С 8 Золотыми Да Это Вообще Капец Вот Бездомный Какой-то Бомжар И Сюда Пришел Думал Найти Крышу Над головой А нашел Свою Смерть Так Вот Еще Стеночку Тут Тоже Братишки Блин У меня Энергия Кончилась Хоть У меня Сейчас Не Загасили Но К счастью Второй Огуль Застрял И не может Помочь Самому Первому Дружище И видите Как бы Порезы Даже Видны Угули Да Я его Мочу И у него Видны Порезы Вот эти Вот Отмечал Причем Чем Больше Я его Угу Пою Тем Больше На нем Порезал И Так Тут К сожалению В этой Комнате Почему То У нас Вообще Нету Никакого Ни Сундука Нифига Для чего Ты себе Эту комнату Убыски Вообще Непонятно Ну да Ладно На нет И сюда Нет Так Сказать Так Походу Мы уже Почти Все Зачистили Да Ну да Только Вот Как раз Тут Последняя Комнатушка Осталась Видите Хоть Еще четко Сделано Видно Что Полуразрушенная Стена Ее Можно разрушить Жалко Конечно Такие навыки Нельзя применить Где нибудь В стройке У меня Было бы Очень здорово Не нужно было бы Замахиваться Перпаратором Давайте Подождем О Все Выносилась Рестнулась Ну вот И Предводитель Этих Самых Гулей Был Он конечно Побольше По размерам Был Но Трупный яд И вот Да Голова Альгуля Она видите Перемещается Вот сюда И сразу же Король склепа Я теперь могу Отнести Этот трофей И получить За него Деньги Так Среди Легко Он как-то Убился Чесно Реал Так Он сразу же Оглушился Вроде бы Мини босс Но Убился Он довольно Таки Прост Ну и Хорошо Что я Не парился Зачем нам Париться Еще Какое-то Сало Сможем Еще Какую-нибудь Смазку Для меча Сделать Это Хорошо Это Просто Здорово Так И вот Еще Какой-то Сундучок О Отлично 60 Золотых Два буква Булочка Красный Метеорит Да Вот видите Использование Двух и более Кусков одного Цвета Может дать Дополнительное Улучшение То есть Отлично Там потом Можно будет Прикупить Метеорит Или еще Найти И мы себе Улучшим оружие Ну и Факев По-любому Берем Потому что Зелья кошки Я сделать Всегда себе Не смогу Правильно А так И сфакевы Уже Можно будет Себе Дорожку Осветить Ну все Отлично Нашли мы Босса Гулей Сможем Сдать Квест Получить Денег Это просто Здорово Плюс то Что в принципе Справились Мы с ним Довольно Таким Легко Я думаю Все Согласятся Но весь Прикол В чем еще Отличие Ведьбака То что Вот сейчас Допустим Я его завалил Легко Но в то же Время Допустим В следующий раз Я бы с ним Решил бы подраться Все было бы Не так просто Потому что Он не всегда Глушится Допустим Но иногда Ты можешь Его убить Ардом Он будет Просто Падать И вставать Но зато У боссов Вот таких Мини боссов Всегда есть Какие то Свои приемы Например Он сам Меня может Доглушить Может Завалить Неземлемый Сожрать Живем Ну и вообще Он мочит Очень сильно Поэтому Это просто По большей степени У меня сейчас Повезло Вот такое Удачное Истечение Обстоятельств А не факт Что допустим В другой раз Я бы его убил Точно так же Просто Вот такие Его дела Ну давайте Сохранимся Большое дело Мы сделали И будем Сейчас Дотопать К дому Обигайл Ну что нам Нам обигайл Нужно будет Расспросить Там что-то Про зверя Потому что Преподобный Вроде бы Говорил Что она должна Знать Что-то Про этого зверя Это наверное Самое важное Как бы Вот А потом Пойдем Да В город В город В таверну Там я же Либо левуардным Будет Плюс еще Погорить Золотаном Хиваем Плюс еще Найти лесничего Этого городского Так что правильно Сейчас идем Правильно Да Дома Обигайл Да Потом найти Этого городского Лесничего Отдать ему Гоу Получить Доллары Ну и опыт Соответственно Как бы Вот О там Гуси ходят Давайте погоняем Гусей Ребята Я люблю В этой игре Гонять гусей А ну Гуси Гуси Га-га-га Пошли-пошли Вообще Нормалек Нормалек Так Болиса Ой Курей Можно сразу Погонять Вообще Закачаешься В такой Раздолье В гонянии Так вот Это да Дома Бегаю Отлично Так Пришли мы Тетечки Подметает Пацанчику Кастра Сидит Да Чего ты хочешь Ты Откуда взялся Зверь А почему Ты спрашиваешь Об этом Меня Я слышал Ведьмы разбираются В магии Ты прав Но о звере Мне мало что известно Хотя я знаю Кто мог бы тебе Помочь Кто Парнишка По имени Альвин Он сильный Исток И к тому же Прорицатель Он обладает Знаниями Которые нам Никогда не Постигнуть До тех пор Пока он не Выпьет Одно из Моих зелий Это для него Не опасно Нет причин Для беспокойства Принеси мне Лепестки Пяти цветов Игольчатого Мирта И тогда Ты получишь Ответы На все Свои вопросы Мирт Растет На окраинах Деревни Если ты Не разбираешься В травах Я могу Предоставить тебе Книгу о них За определенную Цену Так Ну поздновато Нам начали Расписывать Про травничество Так как Мы и так Уже все знаем Так Чего Преподобный Считает Что именно Ты вызвала Зверя А что Считаешь Ты Пока Ничего Хочу Услышать Твою Версию Ха Я здесь Абсолютно Ни при чем Понятно Что вообще За место Такое Кажется Это Какое-то Подобие Человека Сделанное Из пакли И воска Интересно Зачем Это Ведьм Какой-то Алтарь Что ли Ничего Пацанчик Жопу Чухает Ну ладно Мы принесли Уже Ей Лепестки Я принес Лепестки Игольчатого Мирта Отлично Теперь Приготовим Зелье И как же Оно Готовится Интересуешься Тайнами Ведьм Я расскажу Тебе Рецепт Если поклянешься Забрать его С собой В могилу Клянусь Наклонись Поближе Слушай Смешиваешь Две Унции Трупного Яда С горстью Лепестков Игольчатого Мирта Произносишь Своё имя Наоборот И три раза Оборачиваешься Через левое Плечо Плюешь в огонь И еще раз Перемешиваешь Зелье Запутанно Я всегда знала Что магия ведьмы Слишком сложна Для мужчин Дай мне пару минут И я закончу С зельем До встречи Так Пока ведьма Готовит мекстур Я могу Поискать Другие Задания Ясно Оно да Видите Она молится У этой фиговины Интересно Чему-то Она молится Или тогда Так Изделие Готовит Фиге Знаете Опять таки Видите Еще Прикольно Что сделано То есть Она подметала Пол Потом Пошла Молиться Потом Можешь Сесть Тут И начинать Жрать Пацан Допустим Сидел У костра Сейчас Просто Допустим Стоит И что-то Груши Околачивает Люди С своими Занятиями Они делают То или иное Дело В разные Времена Тоже Очень Круто Несомненно Так Ну ладно Значит Пока что Ведьма Готовит Дель Мы можем Заняться Какими-то Своими Другими Делами Я предлагаю Пока что Сбегать К этому Лесничему Отдать ему Наконец-то Эту башку А потом Зайти в Таверну Возможно Мы сегодня Еще наведаемся К отдых По дороге А потом Уже Туда Как раз Где-то День Как раз До этого Время Пройдет И мы Как бы Зайдем К ведьме У нее Уже Будет Все Готово Так Мы Еще Насобирали Готчество Мир Ну и Хорошо Потому что На самом Деле Мы его Сейчас Дали Три Штуки Почему Нам Теперь Не Возобновить Наши Запасы Грубо Говоря Тяжело На свете Пионеру Пете Говорит Какой-то Стражник Так Тут Снаружи Никого Нету Будем Надеяться Что Кто-нибудь Будет В Таверну Давайте Ка Засадимся Ого Сейчас Хоть Диох О Братишка Так Че Там Золтан Расскажи Мне Про Белок Это Маленькие Нелюдские Дерьмецы Откушались Романтических Сказочек И подняли Оружие Чтобы бороться За свободу И прочие Идеалы Во время Войны С Нильфгардом МГР Использовал Их Чтобы Разорять Тылы В королевствах Не знаю Кто Их Сейчас Поддерживает Понятно Знаешь Золот Он такой Забавный Очень Колоритный Очень Четкий Персонаж Харизматичный Как В книге Так И в игре Повторюсь Вот он реально Говорит Очень смешно Очень прикольно Причем Вот знаете Не типа Прикольно И смешно А вот реально Прикольно И смешно Некоторые его фразы Вообще Можно использовать Как афоризм Где-нибудь Записать И потом В какой-нибудь Компании Вспомнить И оно будет Очень-очень В тему То есть Реально Классный Персонаж Ничего не скажешь Один из моих Любимых В игре Нет идей По поводу того Почему я пропал Умер Геральт Умер Пять лет назад Во время резни В Ривии Я видел Как один подонок Насадил тебя На вилы Я видел Как ты истек Кровью На грязной улице Я видел В жизни Достаточно Трупов Чтобы знать О чем говорю Хотя всегда Есть необъяснимые Случа Помнится Ведьмачьи Мутации Крепко Изменили Твое тело Но все равно Не могу поверить Что ты выжил Как твои дела? Ты знаешь Как Я собираюсь Вести дела В Изиме Поставляя товары Из Махакама Кроме того На меня наседают Брекенриксы Вот и все дела А кто это Брекенриксы? Мои будущие Тещи и тесть Я собираюсь Вскоре жениться На Эвдоре Брекенрикс Но мой будущий Тесть Придает большое Значение Материальным благам Шахта Общее дело В которой я работал После войны Оказалась полным Пшиком Вот чертовы времена Как твои дела? Ты знаешь А че там За махакам? Будет ли прибыль? Надеюсь Я вложил кое-что Во время войны Но тесть и теща Мне говорят Что деньги должны Вращаться Правильно говорят К этому у тебя был талант Геральт Так, ну ладно Про кости И бухать с ним будем позже Потому что, по-моему Когда мы спросим Про кости Надо будет сразу же С ним и сыграть А я бы хотел Сначала сделать Пару делишек А он, кстати Игрок есть О, антиквар Братишки Я помню точно Что этот антиквар С ним можно будет торговать Я точно помню А ну-ка Братишка Черт Вместо того Чтобы купаться В деньгах В торговом квартале Я вынужден Продавать свои товары В предместье Не повезло Я тоже не могу Попасть в город Я уже целую Вечность Торчу здесь Перед этими воротами Подходи Хочешь что-нибудь купить? Градь меня Среди бела дня Давай Что продаешь? Ломай меня полностью Кратишки кровь и плоть свою Да, вот Можно с ним Да, да, да Вот видите Можно ему парить Нашу книгу ласточки Короче Книжки он покупает Ну отлично Наконец-то Продадим ему Весь такой хлам Потому что У нас реально Собиралось уже Как говна Всяких этих книжек И рецептов Это хорошо Что можно ему Их парить Ну вот и здорово Наконец-то Нашли мы торговца Это реально Меня очень сильно радует Так и у него Там по-моему Да, вот Зариканская алхимия Есть свиток Смотрите Вы можете Теперь делать бомбу Король и королева А также кримферское масло Я правда не знаю Что это за масло Но давайте купим Почему бы и нет Так, это все У меня есть О, а животных Описание собак и волков Это давайте Пожалуй тоже купим Потому что волки Нам в игре еще встретятся Ну и все Пожалуй Больше ее покупать нечего Так, а ну-ка Так, вот Зариканская алхимия Король и королева Взрыв Вызывает магический ужас У противников Крымферское масло Раненый противник Испытывает у вас Любой Ну вот король и королева Кстати говоря Я помню эту бомбу Я ее использовал Когда в прошлый раз Играл Это я помню А вот Кстати говоря Крымферское масло Я в правде говоря Не помню Вызывает боль Не действует На существо С иммунитетом К боли Ага Ну можно В общем говоря И длительность действия Большая Можно в принципе Использовать против людей Да, против бандитов Очень классно Чем Парализует их Типа, да Ну и вот о животных У нас появилось Монстры собаки И ингредиенты Печень зверя Монстры волк Ну да Я же там просто Потом будет Где-то на болотах Нам нужно будет Убить волков И достать с них трофеи Естественно Если мы Можно ему потом Это все назад впарить Но естественно Уже по меньшей цене Но главное Что можно впарить Чтобы не добивать инвентарь И теперь мы Сложим эти ингредиенты Добывать с волков И это хорошо Хорошо О, а вот и Лео Варден О котором я говорил Ну здорово В общем говоря Все персонажи Такие которых Я ожидал Здесь есть Это очень хорошо Ведьмак Ну наконец-то Хоть один разумный человек В этом болоте А с кем я имею честь Общаться Лео Варден Купец Из тех самых Лео Варденов Из тех или из других Чувствую У тебя есть для меня Работа Несчастье Это правда Мой друг Исчез в пещере Под стенами В Изимы Там могут водиться монстры Ты думаешь он мертв? Не знаю Но я заплачу 200 аренов Если ты спасешь его Или найдешь его останки И похоронишь Как подобает Договор дороже денег Позволь мне кое-что Объяснить Мой друг Хотел попасть В Изиму Несмотря на карантин Тогда почему Он отправился в пещеру? Мы слышали Что так В Изиму Провозили Контрабанду Наверное Это всего лишь слухи Я сделаю Что смогу Будь осторожен Мой друг Уже имел Дело с монстрами Если он мертв Значит Опасность велика Ну вот мы И нашли уже Лео Варденов Вообще Хороший такой персонаж В том плане Что он будет давать На довольно таки Много квестов Ну как много Сравнительно Много Да И квесты Все таки Будут довольно таки Интересные И платить за них Он будет Хорошо Ну и плюс С ним Вот да Можно Поторговать Как я и говорил Но книги Мы уже все Парили Поэтому по сути Продавать Особо нечего Букет цветов Я наверное лучше Оставлю Вдруг какую-то Телочку Надо будет Соблазнять Тоже самое С красной С красной шалью Но у нас есть И сапфир И янтарь Янтарь Дешевле Сапфир Дороже Давайте Сапфир Оставим Допустим Может быть Кому-нибудь Потом Дадим Подарок А янтарь Ему Продадим Отлично Шани Бухает Сидит Еще что-нибудь Блин Капец Как она мне нравится Ну прям Прямо воплощение Моей мечты Да Не телочка Никак не могу На меня наглядеться Где Альбин Местная гадалка По имени Абигайл Предложила позаботиться О нем Не знаю Правильно ли я поступила Когда отдала ей Мальчика Правильно Какая-то странная Я зайду к ним Спасибо Геральт Да мы все Со странностями А и все Больше с ней не прошло Поговорить Я думал с ним Поговорить Парту Какое небо Голубое Бухает И смотрит Как жарится Кабанда Хорошее занятие Братишка поет Сложней Ни сосны Ни красотки Не дружат С простаками Давай-ка поговорим С Бардом Интересно Чего нам скажет А ну-ка Говорит Пока что нельзя О Приветствую тебя Странник Ты кого-то Мне напоминаешь Кого? Известного Ведьмака Геральта Белого волка В самом деле Это поразительно Белые волосы Меч за спиной Прямо Герой из баллад Два варианта Какое совпадение Эти баллады Обо мне Ну давайте Не будем скромничать Почему бы и нет Эти баллады Обо мне Ерунда Геральт женился На чародейке И они живут Где-то в райских кущах Ха Знаешь Мастер лютик Барт Из бардов Уже много лет Поет эти баллады А что в твоем репертуаре Мне спеть для тебя Господин мой Ну спой Я С удовольствием Послушаю Искусство Искусством Но жить Тоже надо Как насчет Вознаграждения Пяти оренов Хватит Справедливо И что Я за это отдал Пять оренов За этот Анекдотик А не песню Ну капец Короче Лоханул меня На пять оренов Падал Ну ладно Так ну все В принципе Мы все сделали Теперь можно Пожалуй И поговорить С Золотоном Побухать с ним И поиграть В хвостик Потому что В принципе Все такие делишки Мы поделали Давай Золотом Братишка Ты Ну начнем Раз костей Я нашел Эти необычные кости Похоже на работу Краснолюдов Это похе В нос костя Отличная игра Не требует Такой сосредоточенности Как карты А удовольствие Получаешь Игра в кости Краснолюдское Изобретение Популярно стало После войны Что неудивительно Учитывая Что играл В нее Абсолютно Каждый наем Как в нее Играть Давай Сыграем А я объясню тебе Что и как Ну да Видите И сразу же Началась игра Поэтому хорошо Что мы тогда Не начали Так Вы можете заработать Много денег Игрой в покер С костями Кстати говоря Не немного денег Я помню что Когда был в Визиме Когда в прошлый раз Сыграл Чем больше пар Чем больше пар Тем лучше То есть допустим Если у тебя Будут все парные То это вообще Закачаешься И потом Можно выбирать Допустим Кости Вот я выбрал Вот эти три Потому что Эти у меня парные И кину только Три кости А эти оставлю Оооо Вообще Закачаться У меня три четверки Две пятерки Все Я больше даже Кидать не буду Ооо Выиграли Отлично Следующий раунд Войне сегодня Прет Ребята Две шестерки Есть Отлично Это уже Закачаться И там тоже Такой будет Целый турнир Блин А у него Две шестерки Две тройки Ну пофиг Поднимаем Ставку все равно Там потом Будет целый турнир Прям так же Как и допустим В кулачных боях Да Там можно будет С разными чуваками Играть Уже В следующем Будет все тяжелее Играть Но там все время Будет вобрасывать Такие приколы Ого Это я опять выиграл Четыре шестерки Ребята Вы че Тут без шансов Ах Зачет Прикиньте Первый же раз Играю И сразу же победа Золото Дай поговорим Братишка Че ты Ты че Обиделся что ли А на серьезную сумму Можно сыграть Ты удивишься Насколько популярно Эта игра В нее выигрывают И проигрывают Целые состояния Некоторые относятся К игре очень даже серьезно Как мне вступить в игру? Ну сразу вступить Это же не сектор Но запомни одно Профессионалы Никогда не тратят Свое время На игру с новичками Ты можешь порекомендовать Мне соперников С которых можно начать? Здесь-то? Во-первых Воду Он тут у нас Неожиданно Разбогател Харен и Микула Тоже играют И я играю Но здесь все мелкие Сошки Кроме меня Конечно В Изима Вот где играют По-крупному Да не боись Я тебе фору дам Да я тебе уже в зу Все узнали мы про покер Значит можно поиграть С Оду Хареном и Микулой С нашими так сказать Товарищами Ну Потопнем Наведуемся И поиграем Почему бы и нет Там реально можно Поднимать неплохие денежки Так все Давай теперь Побухаем Золтаном Сегодня вообще Будет такой Бухальный выпуск Потому что У Оду Я точно помню Тоже придется бухать Чтобы он там Нам порассказывал Свою информацию Такая как бы тема Че еще надо пить Да елки-палки Сдавайте этого Изимского чемпиона Да елки Посмотрите Не сдается Братишка О Ну наконец-то Невероятно Меня перепил Старик Геральт Это было непросто Черт Когда-то я поклялся На этом самом камне Что ни один человек Никогда Меня не перепьет Алмаз Это я принять не могу И я не человек Да бери уже Твою мать Это вопрос честь Да и вот видите То есть вроде бы Я вот говорю То что в игре Вроде бы есть ограничения Вот то что Нельзя перемещаться Свободно Но в то же время Сколько жизней в игре Да Гуси которых можно гонять Можно набухиваться Можно играть в кастинг В кости Можно ходить там драться Да Можно слушать бардские песни То есть сколько в игре Вот таких вот Левых занятий Абсолютно не относящихся К основной ветке игры Да Но тем не менее Которыми заниматься Очень даже интересно Так ну что Я сейчас предлагаю Сохраниться Пойти к костру Пойти к костру Чтобы Это самое Отоспаться Да Прийти в себя И возможно Сделать пару изделий Ох Кстати Кот у окна Греется Да Тоже очень круто Сделали Я же вообще Вот так вот в игре Можно вот так вот Много мелочей заметить Если более внимательно Все рассматривать Ну ладно Все Идем к выходу Потом пойдем К городскому Вовчему Когда протерезеем Ну и К старику Одду План как бы Такой Ребят Детам у нас костер По-моему Этих братишек Должен быть костер Правильно я понимаю Братишки Ваш есть костер? Ну по-любому А да Вон есть Все отлично Погнали туда Как раз возле них Посидим у костра Конечно не нужно спешить А я что по-твоему Спешу что-ли братишка? Так Так Алхимия О можем Сделаем О массу отпадочков Давайте сделаем Потому что Давайте даже два сделаем Клинфельское масло Мы к сожалению Сделать не можем Нам не хватает Киновари У меня такого и нету Давайте потому что Масса от призраков У меня есть А отпадочков Давайте сделаем Даже две штуки В натуре Потому что вообще Оно нам еще не раз пригодится Там В игре очень часто Будем встречать Вся каких-то зомбаков Гулей Топсов Да Всех тех Кто относится К подразделу Падальщики О кстати А информация Монстры Собака Мне просто даже интересно Собаки Домашние животные Даже бродячие собаки Стремятся жить Поближе к чуэстскому жилью Иммунитет Нет Групповой стиль Используют Ну волк Ну волк То же самое Что и собака По сути В дикой природе Когда они испытывают Голод Приближаются к чуэстским Поселениям И охотятся на домашних Животных Ну понятно В общем я ничего такого Они нам Не рассказали А давайте Сохранимся Ну и что Погнали тогда Искать Городского лесничего Вернее Ловчего Так А городской Ловчий у нас По моему Где то За этими Дверьми И опять таки Видите Идет дождь И все братишки Как бы идут Укрываться Под крышу Все это очень Очень конечно Круто Так Тут у нас еще Есть игольчатый мир Давайте Возьмем Так А где у нас Этот ловчий Ага По моему Он у нас Где то там Тоже такой Весьма у нас Неплохой Получился выпуск Да Убили босса Зомбака Поговорили с Ведьмой Сейчас еще И сдадим Этот квест Поговорили с Золотом Выиграли у него В кости То есть В принципе Тоже довольно таки Много чего Успели сделать Еще И сейчас Со стариком Ода Поговорим Прикончи больного Ха-ха Прикончи больного Хорошая игра Так Вот он тут сидит Под дождем По барабану Абсолютно на бождь Приветствую тебя И жопу чухает Я убил Тварь из гробницы Что это за хрень Хм Не похоже На гулей Которых я раньше Видел Вот 200 арена Прощай Спасибо Все Избавились На этой фигни Получили 200 арен Блин К сожалению Маловато Как это получили Но лучше Просто от этих голов Избавляться Как можно раньше Потому что мы Потом сможем Где-нибудь Встретить Еще одного Такого Мини босса А голову С собой Можно взять К сожалению Только одну Поэтому лучше Их сразу же Не отдавать Так Да Вот Это Есть Дорога К дому Оду Да Кстати Ряд По поводу Харена Я еще По-моему Забыл Сказать Что Именно на фоне Всех остальных Персонажей В этой игре Харен Выглядит Еще весьма Неплохо Реально На фоне Остальных Персонажей Харен Во всяком Случае Он был Там просто Что-то Типа Контрабандиста Остальные Здесь Ребятки Все-таки Оду Микула Преподобные Они там Реально Будут Просто Редкими Ублюдками По-другому Это Даже Не зовешь Одинокая Усадьба Как это Незабавно Но я живу И как это Дико Не прозвучит Да Но я живу На фоне Остальных Харен Еще более-менее Даже Нормальный Парень То есть Грубо говоря Все Познается В сравнении Да Но вот Есть Хижина Оду Тут Его Встречает Нас Его Собачка Хоть Она От нас Убегает Я ее Вроде бы Не пугал Ха В будку Спряталась Тоже Отдождяли Это Я ее Испугал Интересно Ну ладно Вот и Пришли Мы Клод Кровь И выбоины На этих Доспехах Говорят О том Что Когда-то Они Принадлежали Воину А этот Толстяк Похож Скорее На Пьяницу Да Да И опять Таки Да Вот Вроде Б Жилище Одного Из Ну Не Самых Таких Больших Персонажей В игре Он Только Вначале Здесь И будет И смотрите Как здесь Все Круто Обставлено Есть Какая-то Картина Есть Полотно Довольно Красиво Интересно Разрисованное Полотно Зеркальце В котором К сожалению Гира Не отображается Еще Какая-то Картина От Доспехи То есть Я Ну Блин Во всем Во всем Разработчики Поработали На славу Во всех Этих Декорациях Дизайнах Чувакам Реальный Респект Хотя Вот Сам Этот Братишка Похож На Левуар На Внешнем У меня Нечего Красть Успокойся Я Не Причиню Тебе Вреда Мне Просто Нужно Задать Тебе Несколько Вопросов Я Ничего Не Знаю Я Не Разговариваю С Незнакомцами Мое Имя Геральт Теперь Мы Знакомы Тогда Выпей Со Мной Мастер Герланд Я Ненавижу Шпионов А ведь Мы Все Знаем Что Шпионы Не Пьют Давай Тогда Выпьем Самое Важное Забыл Ты С Преподобным Встречался Конечно Он Велел Нам Допрашивать Чужаков Кольцо Вечного Огня Должно Быть От Преподобного Должно Быть Ты Что Воин Нет Чего Ты Взял Я Заметил Вон Те Доспехи Это Брат Моего Он Сражался В битве Под Брэнной И В других Местах Тоже Не Люблю Я Солдат Ну Кроме Брата Моего Конечно Успокойся Я Не Солдат Говори Что У тебя На Уме Чудовище В округе Есть В деревне Часто Такой Вой Поднимается Что У меня Молоко Сворачивается Грудное Еще Что Нибудь Необычное Туман Около Трактира Был Один Раз Такой Густой Что Я Заблудился Добрел До Домика Ведьмы А Там Был Здоровый Зверь Смотрел К Ней В Окно Что Еще Можешь Рассказать Да Кто Был Смотреть Господин Я Не Ведьмак Я Развернулся И Припустил Оттуда Так Быстро Что Чуть Ноги Позади Не Оставил Он Был Здоровый Как Лошадь Я От него Дым Шел И Искры Как От очага Пока Понятно Ну В общем Этот Будет Тоже Ублюдком Я Правда Не Буду Спойлерить Но Там Вообще Будет Полный Капец Короче Говорят Давайте Сохранимся И Возможно Поиграем Сейчас С ним В кости Вот Что Я Предлагаю Сыграем С братишкой В кости Так Так Может 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 Играешь В кости Языческий Обычай Даже Слушать Об этом Не хочу Это Как Преподобный Говорит Искоренить Искоренить Так Ты Знаешь Что Это Такое Гервант Отвали Вот Краснолюдом И неси Их А Я Тебе Больше Ничего Не скажу О да Мне кажется Что ты Хотел Обмануть Милздаря Герванта Как Когда По поводу Искоренения Лицемер Золотан Мне сказал Что ты Сам Любишь Поиграть В кости Говори Что У тебя На уме Давай Сыграем Братишка Опять Будем Все По Максам Так Две Единицы Две Четверки Ничего Себе Братишки Да Мы Вообще Его Сейчас Обставим Опять Что Ты Мне Сегодня Прет В этих Костях Да По Правде Признаться Прям Прет Вообще Капец Как Так Возьмем Пятерку А Вдруг Нам Выбьется Еще Четверка Или Единица Ну Давай Пожалуйста Четверочка Да Ты Все Мы Его Взули Ребяты И Так Еще Прет А Падла Вот Что Мне В жизни Так Везло В Азартных Играх Четыре Шестерки Чуваки Мне Даже Можно Больше Не бросать Я Уже По Любому Его Взул Конечно Повышаю Сталку Ребятки Все Выиграно Зашибись Все Я Выиграл Буду Искать Других Противников Ну Все Теперь Мне Нужно Еще Выиграть У Харена И У Микулы Так Ну Че На них Внимание Не Обратил Пока Маленькие Были Польза От них Была Жрали Кротов И Жуков И В чем Же Проблема Они Теперь Здоровые Человеческие Росты Ветки Такие Большие К счастью Они Днем В землю Зарываются Но Все Равно Я Боюсь К ним Близко Подходить Я Попробую Тебе Помочь Но Это Будет Сто И Сто Двадцать Оренов Мастер Герванс Давай Выпьем За Погибель Сорняков Я Дам Пятьдесят Оренов А мы Добавились Про сотку Братишка Ки Пятьдесят Сто Двадцать И не Ореном Меньше За Погибель А даже Сто Двадцать Да Два Сорняка За Семьдесят Оренов Просто Грабеж Я Сказал Сто Двадцать Мне же Надо На что То Жить На что То Пить Да За Здоровье Кстати Мое Последнее Слово Восемьдесят Да Елки Сколько Можно Жрать Крепкая Штука Может Сто Договорились И На Дорошку Блин Блин Так А Да Я Это Помню Я Сейчас Бухой Выйду И На Меня Нападут Эти Растения Это Вообще Жуть Такая Ребята Вообще Капец Сейчас Пьяный Буду Естественно У меня будут Пошли Дни Промахи Я Зелени Пью То есть На Прямо Ваши Сыпать Ласточку Достать Меч Достать Эту Фигню Правда Видите Когда Он Уже Включается В бой Да Блин У меня сейчас Заграсит Братишки А Ой Так Не Та Стиль Боя Выстрел Там По-моему Надо Быстрый Стиль Ну Да И Вот Меня Загасили Ну Капец Параша Паду Так Ладно Пока Поставлю На Паузу Подготовлю К Бой Заранее Выпризели И Потом Мы Продолжим Итак Ребятки Собственно Идем Так Их У нас Включен И По Быстрый Стиль Боя Нужен Для Этих Чуваков Так А ну Не Нифига Нужен Силовой Да Силовым Больше Это По-любому Да Это Капец С ними Дорация Да Я Еще Пьяный Да У меня Сейчас Промахи Все Падал Видите Укладение Видите Да Капец Но Правда Я Хоть Перед Боем На Это Раз Ласточку Выпил То есть По идее Теперь У меня Все Должно Быть Нормально Вот Так Одним Ублюдком Меньше Так Там Еще Один Давайте Подождем Пока У нас ХП Восстановится Хоть Немножко Может быть Даже Чем Как Ублюдком А А А Я Пью Перед Боем Я Помню Капец Зачем Мне Факел А Я Думаю Чего У меня Так Здоровье Медленно Восстанавливается Ага Я же Перед Боем Выпил Блин Кстати Почему Тихо Быстро И К сожалению Нельзя Перед Боем Главное Выпил Ласточку Да Она Что-то Не Сработала Я Уж Это Беда Так А где Второй Я Забыл Ага Тогосиво Братишка Он Ты Запарился Своей Пьянкой Блин Надудлил Тебя Этот Отдоблен До Алкоголя А теперь Падал Иди Убивай Ему Растений Тем более Кстати Эти Скалопендамор По-моему Эти Братишки Называются Это Весма И Весма Пахнут Протюнки В Этой Игре О Ну Фу Наконец Справились Блин Перевелись Только Ласточек Капец Просто Обыскать Короче Нельзя Да Да К сожалению Они что-то Не обыскивались Ну да Ладно Нельзя Так Нельзя Погнали Назад К Водду Потом Наверное И поспим У него Хотя бы Часок Чтоб Протрезветь Такие Дела Ну и Наверное На этом Все А то я Чет Подзамахался Уже Сегодня Братишки Выпуск У нас так Получился Довольно Таки Насыщенный Я считаю О Это Подоспать Лягу Отправили Отправил Меня На Смере Да Пьяного А сам Спать Я Истребил Чудовище Саду Плати Что Случилось Мастер Герман Пришел За Своими Восьмидесятью Оренами Вот Они Мы Сговорились На Сто Не Помню Такого Мы Конечно Немножко Выпили Но Моя Память Меня Редко Подводят Так Послушай К Хорошо Хорошо Вот Твои Деньги Псих Ненормальный Я тебе говорил Не лезть Убивать Чудовище Ночью В пьяном Виде Но Нееет Он Настает Ты Меня Пугаешь Мастер Ярман Эх Вот Всегда Так С людьми Я Рискую Шеей За Них И Они Хотят Меня Обжулить А Ладно Уж Но Не Забудь Рассказать Преподобному Как Я Тебе Помог Сторонов Получили Ну да Но Вообще Конечно Ребятки Это Все печально Нам реально Надо Что-то Делать С зельями Ласточки О Уровень Подняли Отлично Потому что У меня Реально Три зелья Осталось И это Естественно Вообще Не дело Да Все Я должен Поговорить С преподобным Но мы Не будем Спешить Это делать Так Как Я уже И говорил Нам нужно Будет Еще Пройти Квест На Леву Ардена Нам нужно Еще Будет Поиграть В поиски С Микулей И Хареном Нам нужно Еще Убить Босса Утопцев Вот Такие Вот дела А потом Уже Поговорим С преподобным Так Давай Братишки Я тебя Посплю Во-первых По идее Я могу Сделать Каких-то Зелий Нет Я ошибся Во-вторых Можем Прокачаться Еще Силовой Стиль Кровопотеря Плюс 15 Повреждения Плюс 25 А это Что такое Повреждения Плюс 50% Действует Ведьмака Меньше 15% Здоровья Ну давайте Все Силовой Стиль Чуваки Мы прокачали Полностью Дальше Уже Нужны Серебряные Таланты Которых У нас К сожалению Нет Но заодно Поспим Часок Протрезвеем И Пойдем Гулять Так Сказать Да Времени Сейчас Час Ночи То есть Как бы Сунормалек Ласточка До сих пор Действует Что Кстати Горя Тоже Очень Здорово Что Еще До сих пор Действует Ласточка А че Он там Видел Какой-то Был Клянусь Этот Пес Что-то Ищет Берегись Иголок И Хенопса Щеночек И че И что Ты Сторожишь Ну ладно Ты мне Тоже Не нравишься Хе Теб Квеста Никакого Не Появляется То есть Непонятно А что Я должен Собственно Делать С этой Собакой Да Абсолютно Ну в общем Если кто-то Знает То Расскажите Что Он там Остарожит Или Что Я не знаю Собачья Будка Она Не Юз То есть Непонятно Ну ладно Короче Говорят Тут Вроде бы Дороги Чего Да Капуста Только Лежит Фиг Его знает Короче О чем Прикол Ну ладно Чуваки Короче На этом Все О Можно Ксетерять Или Баснуть О Ништяк Капуста Разлетел На этом Все В следующем Выпуске Тогда мы Пойдем Ночью В поисках Приключений Возможно Поищем Того Босса Утопса Вот Потом Наведаемся К Ведьме А Еще Ночью Когда мы Будем Ходить Возле Таверны То Можно Будет Помочь Рите Шапочке Которую Мы Встретили В таверне Поэтому Может быть Еще Этим Займемся Ну А на Сегодня Повторюсь У нас Ребятушки Все Я вам Как всегда Благодарен За просмотр За подписки За лайки До новых встреч Пока